Ничего, кроме деревянного власть мечтает оставить россиян без долларов и евро Экономика Курс валют 20 августа 13.30 Ничего, кроме деревянного власть мечтает оставить россиян без долларов и евро Правительство принимает меры по ограничению населением пользования валютой Антон Чаблин Комментарии в просмотров 14748 Фото Егор Алиев, ТАСС Несмотря на падение ставок по валютным депозитам Россияне продолжают верить в доллар и евро и охотно их скупают Потом несут в банк или просто хранят дома Чиновников Естественно, это раздражает и они всеми силами пытаются отжать у граждан валютные излишки Граждане накопили почти доллар 100 миллиардов Чиновников всерьез напрягает рост объема валютных вкладов населения Которые разуверились в надежности вложения в рубль По посчетам Центробанка, за первую половину 2019 года валютные депозиты приблизились к доллар 96 миллиардам Это максимум за последние три года Таким образом, на долю валюты на банковских депозитах в России сегодня приходится более 20% в пересчете на рубли Причем темпы прироста валютных вкладов 9% за полгода значительно превышают аналогичные показатели для рублей 2,5% Наряду с ростом объема депозитов отмечается и необычное оживление на рынке межбанковского валютного кредитования Россияне используют валютные вклады не в качестве получения дополнительного дохода, а как некоторый хедж, чтобы обезопасить свои накопления Однако стоит учитывать горизонт инвестирования И разделять понятие сохранения накоплений и приумножения Если речь идет о сохранении накоплений, то разумнее осуществлять вложения в долларах и евро Поскольку в долгосрочной перспективе они выгодны, несмотря на то, что ставки по ним ниже А если речь идет про умножение капитала, то следует рассматривать структурные продукты с полной защитой капитала Например, облигации федерального займа, ОФС, а также валютную диверсификацию, включающую рублевые и долларовые вклады Поделился мнением со свободной прессой эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов Вся надежда на деревянный, россиян лишают права инвестировать в валюту Выбор вариантов, чтобы сохранить сбережения, сужается Принудительная девалютизация И хотя чиновники Центробанка и Минфина напрямую об этом не заявляют Из логики их действий понятно, что увеличение объема ликвидной валюты в России Они воспринимают как прямую угрозу финансовой стабильности страны Вот всеми силами чиновники и занимаются девалютизацией экономики Так, в июле были повышены нормативы обязательных резервов по валютным обязательствам Ставка отчислений в фонд обязательных резервов выросла с 7% до 8%, что заставило банки сократить и без того низкие процентные ставки по валютным вкладам Для евро они близки к нулю, а для доллара еще держатся на уровне 1,5% Но и этого чиновникам мало Обсуждается вопрос приравнять валютные депозиты, которые реально никакого дохода не приносят, к инвестиционным инструментам А это будет означать на практике, что рядовые граждане больше не смогут открывать валютные депозиты Для этого нужно будет иметь статус квалифицированного инвестора Если Запад решится на введение очередной порции антироссийских санкций, то вполне реальной может стать угроза не только ограничения хождения наличной валюты Такой запрет действует в странах, которых Россия считает своими основными геополитическими партнерами Не в частности, в Иране и Китае, но и принудительной конвертации валютных накоплений, как было, в частности, в 2001 году в Аргентине Запрет могут ввести в ответ на санкции Нефть тянет экономику России за собой на дно Несмотря на миллиарды долларов, черное золото уже не способно обогатить страну Непонятно и что делать, если он получил убыток от разницы валютных курсов Что делать, если новые поправки вступят в противоречие с налоговым кодексом РФ или, например, законодательством о рынке ценных бумаг В таких случаях нужно будет дождаться разъяснения от государства Но в связи с готовящимися поправками ясно пока только одно Что о запрете на покупку наличной валюты физлицами или на валютные депозиты для физлиц речи не идет Вероятность ограничений пока низкая Несмотря на то, что американское правительство планирует ввести новый пакет санкций против России Вероятность введения принудительной конвертации валютных накоплений и ограничения по работе с валютой россиян в данный момент достаточно низкая Даже в условиях того, что вот уже год ведется торговая война США и Китая Которая влияет на курс доллара и мировую экономику в целом Размышляет вице-президент РФИ-банка Елена Чижевская Санкционные ограничения по так называемому делу Скрипали планируется ввести в конце августа В действие будет введен запрет на долларовые операции в США для семи российских банков Сбербанка, ВТБ, ВЭБА, Россельхазбанка, Газпромбанка, Банка Москвы и Промсвобанка Однако российская сторона планирует поддержать опальные кредитные учреждения, подкрепив своей ликвидностью Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов Он также заверил, что проблемы банков не коснутся рядовых пользователей и у них не возникнет проблем с рублевыми или валютными депозитами Но риск возникновения сложных ситуаций в экономике всегда присутствует Поэтому, если клиент опасается за свои средства, то даже в период санкционных ограничений может перевести валюту в безналичном виде в другой банк Новости России Курс доллара штурмует 67, причина обвала рубля Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова